В городе, как и по всей стране, прошел традиционный спортивный фестиваль кросс-нации. На старты вышли почти 14 тысяч новосибирцев. На равных соревновались любители и профессионалы, ветераны спорта и олимпийские чемпионы. Марина Аверина тоже вышла на старт, чтобы рассказать о кроссе-нации. Ранним воскресным утром у экспо-центра не протолкнуться. Число желающих пробежать марафон растет год от года. Более двух тысяч новосибирцев в этот раз вышли на старт самого массового забега в России. Всероссийский день проходит с 2004 года. Людей мы приглашаем заниматься здоровым образом жизни. Ну и некоторые уже без всякой рекламы понимают и готовятся к этому празднику. Кросс – самый демократичный вид спорта. Для участия не нужно никаких документов. Достаточно заполнить анкету. Завелось за два дня 800 человек. И сегодня, вот еще до начала регистрации, то есть где-то примерно полдевятого, у нас регистрация с девяти началась, уже полдевятого, уже пошли люди, уже начали заявляться. Андрей Шаповалов – самый юный участник забега. Ему всего четыре с половиной года. Поэтому преодолеть километровую дистанцию ему помогает тренер-отец. Бегаем всю жизнь, буквально вот с такого возраста. Вся жизнь связана со спортом. И сейчас активно тренирую детей, занимаюсь развитием вида спорта флорбол. Это мой сын, соответственно, у него другого выбора нет. Идет по стопам, и мы все на спорте. Для взрослых – трехкилометровая дистанция. Но и тут не важно, что среди бегущих есть и первые, и отстающие. Это уже как образ жизни. Ну, на лыжах плавание и бег. Вот сейчас самое главное – пройти дистанцию, но не перейти на шаг. Забег продолжается несколько часов. Даже если силы уши на исходе, участники стараются добежать до финиша. А там фото на память и даже медаль, как подтверждение главного слогана этого марафона – «От мечты к реальности». Этот забег – лучшая агитация горожан за здоровый образ жизни. Для его участников это еще и возможность доказать самому себе – я справился, я могу. И многие преодолевают себя, несмотря на сложности. Усталость, одышку, холодный пронизывающий ветер – от этого и эмоции на финише зашкаливают. Марина Аверина, Евгений Макаров, Новосибирские новости.